Всем привет! Меня зовут Пепов Роман, я концепт-художник. В этом видео я хочу с вами поделиться процессом создания концепт-арта от самого начала до финальной стадии, от идеи до моделинга в 3D, сборки 3D сцены, текстурирование сцены, настройки освещения, рендера и обрисовки в фотошопе. Если так посмотреть, то это довольно небыстрый процесс, он занимает какое-то время, но я постараюсь ужать весь процесс в 10-15 минут, чтобы вам не было скучно. Я для себя выделяю два таких основных способа начать проект. Первый, когда ты заранее знаешь, что у тебя будет за идея, она у тебя сформировалась, тебе остается ее только реализовать. Ты думаешь, как просто перенести картинку, которая есть у тебя в голове, на бумагу там, ну или в 3D, собственно говоря, собрать. И второй способ, ну такие, как правило, чаще всего бывают, когда ты заранее не знаешь, о чем у тебя будет проект. Ты начинаешь набрасывать скетчи, ты делаешь наброски, и уже в процессе у тебя рождается идея, она сформировывается у тебя. Идея для проекта у меня была, я решил использовать за основу книгу замечательного писателя «Чайный мьевель рельсы». В книге рассказывается о мире, в котором земля стала непригодна для жизни уже очень давно. Люди передвигаются на поездах, причем сеть рельсов настолько плотно переплетена, что они образуют некое рельсоморье, в котором только на определенных островах где-то живут люди. Идея для сцены была показать как раз вот это рельсоморье, кротобойный поезд, мучиться куда-то по своим делам. Первым этапом у нас служит подбор референсов. Для данного проекта я набрал целую кучу референсов, поездов, я выбирал самые разные оригинальные модели, причем я старался не брать именно стимпанк поезда, потому что как раз в таком случае получается процесс копирования, когда я беру уже поезд в стиле стимпанк и примерно, повторяю, похоже, только немного пересобираю. Лучше же брать что-то из другой области и комбинировать идеи. Когда ты берешь, к примеру, находишь супероригинальный поезд в стиле арт-деко и добавляешь к нему стимпанк элементы. Вот это клево, вот это получается оригинально. Следующим этапом работы в моем случае было создание нескольких силуэтов поездов, которые мне понадобятся в дальнейшем. Мне нужен был главный поезд, мне нужны были несколько вагонов. Для этих целей я просто открыл фотошоп, смотрел на референсы и пытался собрать какой-то уникальный силуэт. Здесь мне не нужно много деталей, мне важен общий силуэт, мне нужна общая форма поезда. И работа на этом начальном этапе, она позволяет довольно быстро вносить все исправления. Я просто изменяю силуэт, я просто изменяю контур этого поезда и выбираю какие-то детали, которые мне нравятся, отбрасываю те, которые мне не нужны, так и продолжаю работать. Затем я набросал еще два варианта поезда, которые мне нравятся, после чего я приступил к вагонам. Я решил, что вагонов у меня будет три штуки. Один из них будет выполнять функции такого пассажирского вагона, ну там могут быть жилые помещения, могут быть мед помещения, что угодно, он многофункциональный. Мне нужен был вагон, который будет исполнять функции грузового. И третий вагон, это будет вагон что-то вроде мастерской, поскольку поезд едет на дальние расстояния, им всегда нужно поддерживать поезд в хорошем состоянии, поэтому без этого не обойтись. Я остановился на данных вариантах поезда. Я сделал три варианта поезда, из которых в финале выбрал понравившийся один. Почему я делаю сначала это в 2D? Почему я не приступаю сразу к 3D-части? В конечном итоге мы всегда цепляемся за основную форму. И эту самую форму можно определить на начальном этапе. Можно ее сделать в 2D, можно сделать силуэт. И когда нам силуэт понравится, мы на нем остановимся и просто перенесем его в 3D. Затем наступает часть 3D-коута. 3D-коут очень удобен тем, что можно взять силуэт, который у нас получился, просто выдавить его на плоскости, и сразу у тебя получится 3D-модель. Тебе не нужно обрисовывать все это вручную дополнительно в 3D. Ты просто берешь готовый силуэт, загружаешь его, выдавливаешь, у тебя 3D-модель. Дальше я включаю симметрию и начинаю работать над поездом в объеме. Я срезаю какие-то части, я добавляю какие-то части. Это постоянный процесс поиска формы. Я работаю над деталями. Здесь я уже больше определяю какие-то средние и малые формы. Где-то я добавляю окошки, где-то я добавляю трубки. Я придаю сложности этой модели. Но вместе с этим у меня уже есть готовый силуэт. Я его обозначил, когда работал над ним в фотошопе. В 3D мне остается только придать больше объем этой форме, что значительно упрощает процесс. Затем тот же самый процесс я повторяю для остальных вагонов поезда. Я беру форму, которая у меня есть. Я ее выдавливаю. Я ее изменяю. Я добавляю к ней детали. Когда результат меня устраивает, я сохраняю готовую модельку вагона. Заканчиваем мы процесс тем, что мы объединяем группы слоев в объекты и экспортируем это все из 3D-коута. Обычно сборку сцены и рендер я делаю используя Octane Render. Он очень удобен. В нем есть нодовая структура, которая, опять же, очень удобна. Остается только загрузить модели, остается настроить материалы, расставить камеры. Отрендерить получается красиво. Но в этот раз я решил использовать Blender. У Blender недавно вышла новая версия 2.8. Уже есть много видео-туториалов на YouTube, очень много хвалебных отзывов. И для меня стало любопытно попробовать самому, насколько удобен Blender в использовании, насколько удобен и хороший рендер реалтаймовый EV. Теперь я импортирую Blender. Все то, что у меня получилось в 3D-коуте, это поезд, это несколько вагонов. В дальнейшем я решил отказаться от использования одного вагона, потому что мне показалось, что поезд будет слишком длинный. Затем я приступаю к настройке материалов. Я настроил материал металла, который я использовал в основном для всех металлических частей поезда. Это металлическая текстура с вкраплениями ржавчины. Другую металлическую текстуру я использовал для колес и для соединительных частей, чтобы добавить какой-то такой вариативности. Дальше нам нужна поверхность земли. Мне достаточно было сделать плоскость, наложить на нее текстуру земли, добавить какого-то объема фейковым бампом. Дальнейшим слоем, который был поверх земли, был слой с рельсами. Я просто добавил другой плейн поверх плейна с землей. Нашел текстуру, на которой была бы видна структура рельсов из нескольких полос, нескольких соединений. Я сделал из них текстуру бесконечную. Я сохранил эту текстуру с альфа-каналом и применил ее к этому плейну. Таким образом у меня получилась поверхность с рельсами, которую я мог изменять как угодно. Я мог расширять ее, я мог добавлять дополнительные секции, я мог вытягивать ее. К такому способу, конечно, можно придраться. Можно сказать, что это выглядит нереалистично, особенно вблизи. Но для каких-то основных участков рельсов, которые наиболее всего ближе к поезду, я сделал 3D-модель. Я просто сделал рельсы сами из кубов и я сделал шпалы. Также из кубов, просто их модификатором array размножил. Настроил у них также материалы металла и дерева, соответственно. Собственно, ближайшие рельсы я обозначил как 3D-модель. Возможно, такой способ покажется вам не самым реалистичным, но для моих целей, для целей, когда в финале это будет использоваться как картинки статичные, где я буду использовать фотографии, где я буду использовать обрисовку, этого более чем достаточно. Одним из важных и ключевых этапов было освещение сцены, потому что сама по себе 3D-модель, она всегда смотрится очень просто, особенно если на нее не падает никакое освещение. Поэтому я добавил окружение, я добавил HDRI карту, также мне нужен был туман и объемное освещение. Благо, средствами блендера это можно сделать довольно просто. Но мне не хотелось сделать однородный туман, поэтому я добавил к нему немного шума, чтобы он получился таким неоднородным, чтобы где-то тумана было поменьше, где-то побольше. Для этого я собрал примерно вот такой шейдер. В дальнейшем я добавил источник освещения, который имитирует солнце. Теперь наступает черед настройки камеры. В блендере это делается довольно просто, мы добавляем камеры и расставляем их, как вам нравится. Но это довольно важный процесс и довольно сложный, потому что даже самую сложную и красивую сцену можно испортить неправильным выбором ракурсов для рендера. Таким образом проверяются ваши операторские способности, ваши знания композиции. Мы выбрали несколько нам понравившихся ракурсов и поставили рендериться картинки. Затем начинается менее технический и более креативный процесс, когда мы готовые сырые рендеры загружаем в Photoshop. Можно даже загрузить в один фотошопный файл и занимаемся обрисовкой каждого отдельного кадра, потому что сам по себе рендер он всегда выглядит очень сухо, он всегда выглядит очень ненатурально, не артистично, невразительно, неэкспрессивно. И мы эту самую экспрессивность, эту самую выразительность добавляем на подрисовки. Мы замыливаем какие-то моменты, которые не нужны нам, выделяем наоборот те части изображения, которые важны для истории. Таким образом, мы как бы усиливаем эффект от того, что мы сделали на всех предыдущих этапах. У нас есть основа, и мы ее просто выталкиваем на новый, на определенный уровень. При этом мы добавляем несовершенство, мы добавляем шум, добавляем размытие, чтобы картинка смотрелась немного живо, потому что всегда цифровой рендер, он выглядит очень ненатуралистично. И мы пытаемся как-то имитировать эту натуралистичность. В финале у нас получаются несколько картинок, которыми мы довольны, которые можно загрузить на ArtStation, и которыми можно хвастаться, собирая лайки. На этом моменте, в принципе, мой рассказ можно считать законченным. Я рассказал обо всех основных этапах, вроде ничего не упустил, если что-то упустил, или вам интересно узнать поподробнее, задавайте вопросы в комментариях. Ну и мне было бы интересно узнать ваше мнение, как вам подобный формат. Ставьте лайки, если понравилось видео, ставьте дизлайки, если не понравилось. Ну а вам всего хорошего. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин